это будет наш кран желтенький нарядный они уже обсудили что у нас очень толстая широкая короче сейчас нас будут вынимать до совсем скоро судя по всему а где наш радар они как его пройдут а вот они под ним его как раз и мы сделали все что могли надо будет сойти на берег да я думаю да ну если хочешь поехать на лодке наверх где мне кажется наши где-то здесь и поставят наверно да я думаю что нет это же потом для вынимать спускать отвезут блять от пристани отчалил кран все это выглядит безумно страшно а Продолжение следует... 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 Мощная штука. Причем я тебе больше скажу. В 8 утра они пришли и были уже на работе. Без чего-то в 8 они уже стояли и настраивали машинки для сендинга. Так, все, вот это я обратно собрал. И вот теперь снимаем сам барабан. Так, это снято. И вторая часть тоже ушла туда далеко. А сюда мы сейчас закрепим трос, чтобы не упало. И снимем вот эту нижнюю штуку, и тогда балер может вывалиться вниз. Так, вот за вот эту штуку я сейчас зацеплю наш кран. Так, вот первая снято. Ну, а эту сейчас я просто поверну. А, его можно просто снять в сторону еще. Ну вот, радар уже ушел вниз. Смотрим, что здесь с этой штукой у нас. Нельзя сказать, что она здесь сильно болтается на самом-то деле. Оно. Здесь и выработки. Такая маленькая выработка. Надо его как-то сюда, может быть, на эпоксидку просто поставить. Ну что, вот видите, здесь вот это вот весь свободный ход. Это даже не считается. Просто оно скрипело, когда оно вращалось. Надо будет сейчас просто взять, наверное, какой-то Сикафлекс и посадить его просто на Сикафлекс. И все. Ну, вот, короче, радар я уже снял. Что дальше сейчас опять будем делать. Так, ну вот я скрутил с L-Drive аноды. То, что мне рассказывали по поводу того, что не нужно было использовать подкрестовую отвертку, там еще что-то. Все нормально открутилось. Даже без усилий. Ну, просто взял, как обычно, откручивается там. Прижал, провернул. Даже ни разу же шлицом не слетело. Плюс, ну, все, что я садил на Lactite, все было отлично откручено. Поэтому никаких с этим сложностей нету. И вместо вот этого вот некрасивого анода надо будет поставить сейчас красивый, но перед этим надо будет слить масло из сел-драйва. Так, вот наш сел-драйв. Выглядит он вот так. И нужно будет открутить вот этот вот болтик снизу для того, чтобы слить масло. Так, что у нас здесь? Вот это кольцо. Кольцо болтается. Надо будет, наверное, его еще на что-то здесь посадить. Может, с той стороны надо? Дальше грубая физическая сила не поможет. Ну вот, тут все тоже хорошо. Молочная, мутная. Ну, она, кстати, не молочная, смотри. Видишь, она такая чуть-чуть, немножко есть воды, но в принципе она такая вполне приемлемая. Окей. Можно отсюда достать вот такой сальник. Они еще, в принципе, хорошие, но если мы уже лодку подняли, то почему бы их уже не поменять? Вот я хочу такие купить сейчас, поехать. Так, ну что, начинаем мы детали сейл-драйва. Я принес бензиноканистру. Вот у нас детали здесь лежат. Ну что ж, давайте будем приводить и наводить красоту. Так, тут у нас еще есть один сальник, который сейчас как-то надо отсюда будет выковырять. Такие у нас следы от кораллов уничтожить. Теперь я купил новые сальники, ну раз уж подняли. Так, каждый сальник получился по 29 евро. И ставить я его буду точно так же, как в прошлый раз. Оно показало себя очень отлично. Ну, в общем, начинаем. Так, вот первый сальник уже стоит. Теперь ставим второй, но, собственно, с точностью, да, наоборот. Вот таким вот образом, чтобы он был наружной частью вот сюда. Ну вот, наверное, где-то и так. Все. с этим готово теперь сюда ставится большой нот вот он у нас надеюсь он подойдет мы оставим вот сюда отлично даже дырочки совпали секс ну вот у нас анод проверяем 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 и последние вот вот такой вот анод у нас уже установлен на сэл драйв очень важно проверить чтобы между этим анодом и корпусом сэл драйва был контакт то есть я на это обратил внимание поэтому сильно внимание сейчас мы этому уделять не будем там короче все окей самая важная часть будет анод который крепится на самую торцевую поверхность винта что получается или медленно ну медленно но получается но медленно крутая это те уже три штуки о вас не получил но это уже две почти готовы 1 осталось еще крутая свой дешечкой я думаю что до проверочка тут три таких бутика которые должны шапочками туда поместиться что помещалась поместилась отлично то есть сначала мы закрутим вот эти вот три снаружи а потом просто торцевую большое одну закрутим и все ну прекрасно молодец поздравляю а теперь за ракушками заплатила уже за за свой поход ну давай иди не реально смотри как подогнала вообще молодец клево без единого лишнего классно классно вот масло которое у нас идет сэл драйв 8290 чемпион на нормальная короче за это заплатил евро 50 если не больше за 7 литров у меня в ноге если не ошибаюсь 650 тут вот там вот есть у нас такая дырочка через которую мы будем наливать масло в сэл драйв теперь мы делаем вот такую воронку и я начинаю это туда лить так я решил перелить в литровую бутылку здесь такие литровые бутылки с ким длинным носиком короче офигенно удобно потому что с 5 литровой наливать конечно вот так вот корячится вообще фигня а так наливаешь если медленно он с этого носика медленно течет и она вот как раз успевает с такой скоростью заливаться ну все я это собрал он видно там вот пробочка я ее закрутил уровень проверил нормально все сэл драйв полон свежего масла фух ну что а теперь мы начинаем делать посадочное место под верхний бушен в переруля у нас есть вот такая штука я сейчас немножечко его зачищу изнутри а потом полиэфир кай в общем смотрите как тура простая вот эту вот фигню мы вынимаем а потом берем дрель и начинаем так вот сейчас видно видите вот я немножечко почистил борта то есть мне здесь не надо ничего особенно убирать мне нужно просто немного и и сделать так чтобы сверху на нее закрепилась эпоксидка сейчас я ее еще этим синером промажу и может еще обензиком есть ведро с бензиком и я им просто сейчас здесь все помою просто уберут это вот все что здесь осталось после того как я его чуть-чуть посендил так а какая теперь отвердителя а теперь мешаем да это она вот это вот следы от кисточки все готово сейчас чуть-чуть подсохнет я туда этот бушен запихну у нас практически закончили шлифовать лодку ну вернее как это только первый слой завтра они будут еще продолжать шлифовку и наверное послезавтра уже я начну красить давайте посмотрим то есть это серая это праймер вот этот а гель-код беленькая гель-код а это это антифолинг но он уже такой то есть там где хорошо держится там антифолинг остался и они должны были сделать еще вот эти вот места которые у нас были проблемные там где был удар вот она но еще чуть-чуть липкая но во всяком случае видите то есть уже абсолютно ровная то есть они дырочку залепили и где-то он тут еще увидел марки а ну вот он тоже там порядок привел отлично молодец вот еще вот там где синие наклеечки вот там он чинил то здесь видно совсем чуть-чуть ой она еще тоже липкая но короче вроде все ребята крутые молодцы я доволен очень нравится работают просто умницы ну что теперь пришло время достать радар то есть как его достать поднимать лодку хрен у нас два будем рыть ну Вундала. Так, а вот то, как здесь это все выглядит. Гадкая. Короче, я вот это все зашлифую. И потом сюда эпоксидочки немножечко. И оно все станет на место. Будет супер. Ну вот, я взял машинку, отполировал все вот эти стеночки. И так как эти стенки сейчас значительно больше по размеру, чем необходимо, я возьму эпоксидку. И, короче, с эпоксидочкой это все покрою. Только на толку туда фабергласса. Субтитры сделал DimaTorzok